На своей первой пресс-конференции в новом году главе администрации Рязани Олегу Булекову журналисты задавали разнообразные вопросы, касающиеся городского благоустройства, проблем с уличным освещением, а также громких резонансных инициатив, таких как, например, повышение вмененного налога для ряда предпринимателей или же рассмотрение передачи в концессионное управление муниципального водоканала. Касаемо последнего вопроса Олег Булеков сообщил, что без вливания денежных средств Рязанский водоканал долго существовать не сможет и, по его мнению, проект концессии требует широкого общественного обсуждения. Общество на сегодняшний день не готово было к новшеству такому. Мы для себя приняли решение, что мы в любом случае будем детально прорабатывать этот вопрос, в том числе и с обществом. Мы будем посмотрим положительные примеры, которые на сегодняшний день есть уже и в других субъектах Российской Федерации. Олег Булеков добавил, что рост тарифов возможен только в рамках утвержденных Федеральной комиссией нормативов. Далее последовал вопрос о повышении вмененного налога для ряда предпринимателей. Олег Булеков на это ответил, что принято решение в нынешнем году не менять ставку этого налога. Мы для себя приняли решение, что, скорее всего, мы выйдем в администрацию города, выйдем в Рязанскую городскую думу с предложением о том, чтобы отсрочить введение данного налога с 1 января 2016 года, учитывая экономическую ситуацию. В приоритете у работников городской администрации, по словам Олега Булекова, безусловно, остается благоустройство. Рязанский мэр пообещал закупать малогабаритную технику для уборки дорог и тротуаров. Но также большую ответственность за чистые улицы будут нести и воссозданные префектуры. Работникам этих структур уже переданы соответствующие полномочия. Коснулся Олег Булеков выполнение пунктов энергосервисного контракта по замене фонарей уличного освещения. По словам главы городадминистрации, вскоре будут произведены замеры уровня освещенности новых ламп. И если он окажется недостаточным, то подрядчик обяжет устранить все неисправности. Весь этот энергосервисный контракт, который должен был в декабре еще месяц, мы должны были принять все светильники, те, которые демонтированы и те, которые смонтированы на наших дорогах. В конце декабря должны были уже контракт закрыть. На сегодняшний день работа еще не принята. И вот сейчас по всем 300 участкам происходит приемка этих работ. Вы абсолютно правильно заметили, что уже по городу наблюдается о том, что некоторые светильники просто перегорели. Но на сегодняшний день это ответственность еще подрядчика, который выполняет эти заказы. Вот те участки, которые мы сейчас приняли, там есть гарантийные обязательства. И в рамках этих гарантийных обязательств подрядчик за свой счет и за свои средства меняет эти светильники. В завершение общения с журналистами Олег Булеков пообещал продолжать программу по благоустройству парков и скверов, как только наступят теплые весенние дни. Субтитры создавал DimaTorzok